Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 февраля и сегодня наконец-то я имею возможность выйти в огород и поговорить о преддомовой теплице. Потому что вот про такие огородные теплицы говорить нечего, все их знают, у всех они, у многих поставлены. Но большинство огородников интересует именно вот эта теплица, которая у нас пристроена к дому. Именно та теплица, в которой уже сейчас, в конце февраля у меня стоит рассада, прекрасно себя чувствует, там сейчас идеальные условия. Вчера было 29, сегодня уже 30 с лишним градусов и там рассада буквально прет, она прям такая делается крепкая, здоровая. Начну сейчас говорить об этом. Я уже снимала один раз два года назад видео о преимуществах преддомовой теплицы вот этой. И уже тогда женщина одна писала, что она обвалится, у вас обломится, но вот прошло два года, она все еще стоит, надеюсь еще постоит. Сейчас скажу, зачем я ее построила и стоит ли вам вот как расходовать деньги на такую теплицу. Конечно, эту теплицу я построила только тогда, решила пристроить. Когда у меня появился план в голове, что после выхода на пенсию я буду, возможно, делать какой-то небольшой бизнес, получать дополнительный доход к пенсии. И вот выращивание растений, выращивание рассада, выращивание овощей, фруктов, нет, не фруктов, а овощей. Короче, вот эта придомовая теплица может очень вырастить тех, у кого есть планы, например, заняться более, не только для себя, но еще и на продажу, более расширенно выращиванием, например, томатов, огурцов. Я знаю, что такие теплицы строят люди, которые торгуют на базаре плодами, томатами, огурцами. Я этим не занимаюсь, но я знаю, что именно такая теплица позволяет более раннюю рассаду вырастить и более ранний урожай получить, потому что он, как считается, самый дорогой. И именно он помогает людям получить дополнительный доход. Но у меня, конечно, были совсем другие планы, я была нацелена на рассаду, и именно из-за этого я ее построила. Сейчас про расположение. Располагать такую теплицу лучше всего с южной стороны. Вот она у нас находится на юго-востоке. Короче, у нас вот там восток, вот там вот юг. То есть солнце там находится не весь день, но с утра и до 4-5 вечера. То есть самый такой вот солнечный период, когда солнце в зените там высоко, она у нас освещается. А потом там притенение. И для летнего периода это идеально, потому что если бы она стояла вообще на солнцепеке с утра до вечера, как вот такие вот эти вот теплицы, они у нас освещены весь день. И там приходится притенять, вот эту сеточку вешать. Эту я не притянаю, она полдня на солнце, полдня в тени. Все. И еще скажу, что основное преимущество это утепление дома. Вы видите, что она прям к стене. И вот эта вот сторона сейчас вот уже так прогревается. Но если больше 30 градусов теплица, вот сегодня у меня дверь открыта в дом. И все тепло, которое аккумулируется в этой теплице, прямо там жарище стоит. Оно все идет в дом. И можно уменьшить количество угля, которое мы топим. Для частного дома это очень хорошо. Зимой не продувается ветрами. И вот в прошлом году, как мне писали, а как там насчет того, что влажность какая-то или что-то. Я сразу скажу, у меня эта теплица без земли. То есть я там не выращиваю летом, землю там не вскапываю, ничего. Если я выращиваю, у меня там в мешках огурцы выращиваются. Или в кашпо, в контейнерах. Было построено специально для рассады. Но кто пристраивает вот такую теплицу и выращивает прямо земли, естественно, они знают, что нужно влагоутепляющие прослойки делать. У нас оно и так есть, влагозащитный слой, там какая-то пленка, что ли, под этим, как он называется, вот обшито-то белым. Забыла я, короче. А, сайдинг. Под сайдингом там есть пленка, которая так и так влажность не пропустит. Но вот в моей теплице там нет сильной влаги. Ничего такого сложного в конструкции нет. Я сейчас внутрь зайду и покажу вам, как она устроена. Главное, расскажу из чего. Все, а то собака сейчас оглушит меня. Если посмотреть на эту же придомовую теплицу внутри, то видно, что она у нас самоделкина. Ничего сложного в конструкции нет. Я сама нарисовала чертеж, как мне нужно было, и мы, сейчас скажу, из чего сделали. Вот видите, картинка. Вот он дом, к дому вот в таком виде она пристроена. Так, сейчас подождите. И мы, не придумав ничего другого, просто купили два каркаса, вот алюминиевых, видите, вот эти вот алюминиевые прожилки. Два каркаса таких, вот, которые стоят на улице в огороде. Каждый каркас стоил 6 тысяч, как я сейчас помню. Вот 12 тысяч мы отдали за каркасы. Потом эти же листы. Раз, два, три, четыре. Ну, я сейчас не могу посчитать. Ну, короче, по длине сколько. Вот у нас здесь 10-метровый дом. Мы сделали во всю длину, просто потому что она у нас огромная. Закрой дверь, пожалуйста. Но если вам нужна маленькая, вы можете, конечно, сделать меньше листов в количестве по длине. Самое главное, что я хочу сказать, мы, чтобы не мучиться, вот, с этим лишних телодвижений не делать, мы эти листы просто прям во всю длину, вот, как они есть 6-метровые, ничего не вымеряли, посчитали, докуда будет вот этот вот лист поликарбоната. Сюда и подперли. Получилось, что до самого, сейчас покажу вам, получилось, что до самого вот этого вот козырька, но это делалось просто для того, чтобы, ну, для ускорения процесса, чтобы не опиливать их, не вымеривать. Вот как на землю поставили, докуда дошло, да тут дошло. А эти каркасы, они же как конструктор лего, там же есть и закругления, есть и прямые. Просто одну составили, палку, какую нам надо до такого, ну, до того, в этот размер. И все другие так же скрутили, у меня муж с сыном все скручивали, посверчивали. И, конечно, еще бруски пятерка применяли. Вот здесь обязательно мы делали подставки, вот эти вот, которые держат, чтобы снег зимой сильно не нагружался, и торцы. Так что, вот складывать было ее не так сложно, потому что двери мы использовали уже готовые, они же все в комплекте идут вот с этими сдугами. Двери готовые, дуги скрутили готовые, вот эти перемычки все готовые. Короче, весь этот каркас 12 тысяч. Изначально, конечно, я хотела обратиться к специалистам, которые занимаются этим, но когда я свой чертеж принесла, им привезла, они посчитали вот эту металлоконструкцию, и сам каркас без поликарбонатов, без всего, сказали, что стоит 30 тысяч. Мы подумали, решили, что это нам не по карману, потому что, понимаете, как мы живем в таком регионе, где у нас средняя зарплата сейчас до сих пор 15-17 тысяч, мы всегда стараемся идти по более дешевому варианту, то есть по самоделкину. Пока еще голова работает, руки и ноги есть, мы сами все придумываем, сами все это сляпываем. Конечно, это не очень красиво выглядит, вот там и старые рамы у нас применены, но вот она уже больше, сколько, 4 или 5 лет стоит, никаких видимых у нее разрушений нет. Единственное, что у нас в позапрошлом году шел град, видите вот эти черные полосы? Град был такой острыми концами крупный, он пробил дырки в поликарбонате, поликарбонате, и я пожалела, что мы не применили здесь, как же он, усиленный поликарбонат. Так как вот это сооружение, оно все-таки дорогостоящие на много лет, я вот советовала бы вам, если вы хотите заняться чем-то на много-много лет, то, наверное, лучше заплатить подороже за поликарбонат и применить усиленный. Мы вот нынче новую теплицу поставили взамен той, которую унесло. Все-таки вот этот простой дешевый поликарбонат, он очень легкий, у нас теплицу с легким поликарбонатом унесло даже в позапрошлом году, и мы поставили, когда усиленный поликарбонат, она сама по себе тяжелая, она уже ветром не поднимется, и он не пробивается градом, ну, по крайней мере, надеемся, что не пробивается. Все, бруски поставили, вот здесь полки в три ряда. Полки тоже я меняла высоту полок два раза, первый раз делала низко, холодно было, подняли нижнюю повыше. Сюда для хознужд все мои там ведра, всякие тяпочки, все мои стаканчики толкаю вниз. На первый и на второй рассаду, на третий у меня стояла питунья, вот сейчас я стою высоко на мешке с землей, потому что я до третьей полки до сих пор не могу достать. В прошлом году говорила, что я на кастрюльках стою. Опять или опускать ниже под меня, или, короче, какую-то мне надо скамеечку, потому что вот эта верхняя полка, она самая теплая, и весной рано-рано, когда я выношу стеллаж вот этот, конечно, хочется поставить их повыше, потому что тут теплее всего. Но я до сюда слабо достаю, вот если с лейкой, например, поливать или что-то. Я вот сейчас стою на мешке с землей, в котором огурцы росли. В прошлом году на ведрах, на кастрюлях стояло, нужно какую-то или стремяночку. Но если рост высокий, вот у меня сын до сюда достает. Если рост маленький, надо делать пониже. Все это вы сделаете под свой рост, под свои запросы, смотря что вы здесь будете выращивать. Все, я рассказала вам, как что сделано. Пятерка, брусок, все эти вот стеллажи вот эти, из бруска пятерки. Конечно, брусок, он сейчас очень дорого тоже стоит. Но это строение, конечно, на много-много лет. Это оно хоть и не стационарное, это не дом, но все равно, вот у нас сколько лет стоит, никаких видимых разрушений нет. Хоть и пугали меня, и снегом обрушится, и такая все. Нагревается идеально. Вот сейчас у меня 30 с лишним градусов. Хотела посмотреть, но слазит смешка неохота. И уже в феврале я начинаю выносить рассаду. И благодаря вот этому нахождению на солнце в ранние сроки можно вырастить раннюю-раннюю рассаду, крепкую, качественную. Можно получить ранний урожай, хоть для продажи, хоть для себя, на все случаи жизни. Но, конечно, размеры соизмеряйте со своими возможностями, со своими потребностями. Если вам не нужна такая огромная, можно сделать небольшую пристройку с одного каркаса. Вот один каркас 6-8 тысяч стоит. И 5 листов поликарбоната. Вот вам придомовая теплица. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это очень-очень подробно и долго, только потому, что меня попросили, и многие хотят посмотреть, как все-таки сделать. Вот я жалею, что когда я начала делать, посмотреть было негде. Конечно, там можно было найти сайты продающие, которые сами приедут, там сделают тебе конструкцию какую-то, но все это было очень дорого. и все это какие-то стандартные схемы, которые не к любому дому подойдут. Вот мы свою сделали, и я считаю, что вот такая простая теплица, она каждому под силу. До свидания. Желаю всем удовольствия.